привет привет дорогие друзья добро пожаловать в русский подкаст меня зовут татьяна климова и если вы хотите получать видео и подкасты каждые пять дней приходите в мой клуб русская дача мы также делаем онлайн-встречи у нас есть группа в фейсбуке и вы получаете специальный тариф на мои курсы онлайн-встречи и сегодня у нас тема которая меня очень-очень интересует вы знаете когда я была подростком то есть мне было 13 лет 14 лет меня была мечта это иметь много друзей из разных стран если меня спрашивали о чем ты мечтаешь у меня не было такой идеи что я хочу стать не знаю актрисой у меня была просто такая мечта иметь много друзей из разных стран и меня всегда интересовали разные культурные различия различие это что-то что не так не так в одном месте как в другом месте что-то разное различие когда я приехала во францию в 2005 году у меня сразу появилось много-много друзей из разных стран из франции конечно но также из америки из латинской америки из европы и сейчас у меня много друзей из стран востока из египта марокко ливана это же когда я работала переводчиком английский французский и русский устным переводчиком меня тоже было много опыта работы с людьми из разных стран обычно франция и россия и когда у вас много друзей конечно мы видим разные различия что не так в разных культурах что не так как у нас и важно знать какие-то культурные различия и сегодня мы будем говорить о различиях культурных различиях когда мы не согласны с чем-то не согласны это когда у нас другая позиция мы хотим сказать что мы не думаем так как другой человек не согласие как в разных культурах люди выражают не согласие не согласие это ситуация когда мы не согласны когда мы не думаем так как другой человек и выражать выражать выразить значит показать эмоцию сказать что мы чувствуем сказать или показать почему я решила поговорить об этой теме я говорила с одним знакомым знакомый это это не очень близко друг а просто знакомый я сказала ой французы они никогда вас не критикуют они всегда говорят что все хорошо даже если есть аспекты которые можно улучшить он сказал нет нет ты не права наоборот французы слишком сильно критикуют я сказала нет если говорить с русскими они намного более критичны и он сказал нет нет французы всегда все критикуют это было интересно потому что я поняла что он смотрит со своей культуры а он из алжира а я смотрю с французской и русской культуры и мне стало интересно я прочитала книгу американского автора ее зовут эрин мэйер и книга называется карта культурных различий по-английски это the culture map the culture map можно найти купить эту книгу она очень известна но по-русски перевод это карта культурных различий и эрин мэйер в этой книге говорит о разных культурных различиях между разными странами культурами и она смотрит больше в профессиональном плане она говорит как мы можем работать с людьми из разных стран я читала эту книгу несколько лет назад когда я еще работала переводчиком это было очень полезно и я решила перечитать то есть еще раз прочитать главу одну главу из этой книги которая называется как быть несогласными продуктивно может быть как продуктивно выражать несогласие глава глава это часть книги в этой книге есть разные темы и одна из тем это как продуктивно выражать несогласие то есть еще раз выражать значит показывать несогласие когда мы не согласны это очень полезная информация для людей которые дружат с людьми из других культур или работают с людьми из других культур если вы например менеджер или просто работаете в другой стране вам будет интересно тоже прочитать эту книгу эрин мэйер я рекомендую и я прочитала эту главу и надо сказать что эрин мэйер она не просто так пишет о том что она видела у нее есть статистика серьезные исследования исследование это когда мы статистикой серьезными методами изучали смотрели какую-то вещь например обычно социологи делают опросы опрос это когда мы спрашиваем у большой группы людей одну и ту же вещь и когда у нас есть статистика большое количество информации мы можем сказать что да вот три тысячи человек ответили так из них 20 процентов ответили так и тогда у нас уже есть статистика и исследования и в начале книги эрин мэйер рассказывает как они делают эти исследования я не буду об этом говорить но я думаю что можем поверить ей то есть сказать что ее информация правильная в начале книги эрин она сейчас живет и работает во франции но она американка она рассказывает интересную историю она была в гостях у друзей французов и две девушки начали спорить о какой-то теме спорить значит они не согласны у них как конфликт спорить это не всегда конфликт но какие-то дебаты они не согласны они начали спорить и очень спорить эмоционально это две француженки одна была за эту вещь это был турнир по гольфу в их городе одна девушка элен была за и вторая жульет она была против они очень эмоционально спорили и автор книги эрин она подумала ой боже боже какой ужасный конфликт наверное это конец их дружбы но потом она увидела что эти две девушки в конце ужина пошли вместе готовить кофе как будто не было никакого конфликта как будто значит кажется что мы можем подумать что она была в шоке что в их культуре можно вот так эмоционально спорить и потом мы все равно остаться друзьями очень интересно что интересно в этой главе в этой книге что это эрин мейер она сделала такую классификацию график культур в зависимости от их отношения к несогласию ой-ой-ой какая длинная непонятная фраза давайте посмотрим вместе в зависимости от значит зависит от наш критерий это что-то отношение к это что мы думаем о вещи и несогласие это значит что мы согласны или не согласны как конфликт она сделала график стран в зависимости от их отношения к несогласию она сказала какие страны по статистике в каких странах люди очень радикально быстро просто и прямо говорят что они не согласны какие страны средние то есть они говорят но не очень много и в каких стран ах в каких культурах люди не говорят, что они не согласны. Вы можете найти этот график в книге. То есть есть классификация стран, культур, где люди открыто говорят, что они не согласны. Есть страны, которые такие дипломатичные, посередине. Есть страны, которые не любят говорить открыто, что они не согласны. Давайте посмотрим, какие. В графике Мэйер, Эрин Мэйер, страны, культуры, которые говорят очень просто, открыто, что они не согласны, это Израиль, Франция, Россия, Германия, Нидерланды, Испания, Дания, Австралия и Италия. И самые-самые такие радикальные страны – это Израиль, Германия, Франция, Россия, Нидерланды. Это страны, где люди говорят очень быстро и открыто, и прямо, что я не согласен, я не согласна. В центре у нас США и Великобритания. Великобритания, вы знаете, это Шотландия, Англия, Уэльс. Такие страны США и Великобритания. И в каких странах люди не любят конфронтацию, не любят открыто говорить, что они не согласны? Это Бразилия, Швеция, Сингапур, Мексика, Саудовская Аравия, Перу, Индия, Китай, Гана, Индонезия, Япония, Таиланд. То есть это Азия, Латинская Америка. Интересно, что в Дании люди открыто говорят, что они думают, а вот в Швеции нет. Арабские страны и Азия – это страны, где люди не любят прямо говорить, что они не согласны. Если вы в клубе «Русская дача», смотрите этот график. Давайте посмотрим на несколько этих стран. Ну, например, русские и французы. Когда я работала переводчиком, я думала, что эти две культуры, Франция и Россия, они очень разные. Но когда я прочитала эту книгу, я поняла, что да, есть аспекты, где эти культуры разные, но я согласна с Эрин Мэйр в плане несогласия, в плане того, что мы говорим, что нам не нравится, где мы не согласны. За мои 15 лет опыта переводчикам я не видела больших конфликтов между русскими и французами. Они говорят, где они несогласны, и нет каких-то конфликтов. В этом графике Россия и Франция, например, недалеко друг от друга. И также Германия. То есть теперь я понимаю, например, почему так много разных проектов между Германией, Францией, Россией, Италией, потому что это культуры, где здесь, в этой сфере, они похожи. Они могут вместе решать конфликты эффективно. Франция, пишет Эрин Мэйр, Почему французы так любят всё критиковать? Ну, например, потому что со школы, со школы, с университета они учатся критиковать. Я была в университете во Франции 5 лет, и очень популярное упражнение там это диссертация. Диссертация это тезис, антитезис, синтез. Это значит, что вы получаете, например, цитату или идею, и вы должны её объяснить, и потом обязательно покритиковать. То есть во Франции со школы критическое мышление. Мышление это наш метод, как мы думаем, как мы думаем, это мышление. Очень-очень активно студенты и ученики работают над критическим мышлением. Если вы им говорите, что это хорошо, они скажут, нет, это хорошо, но есть что-то плохое. Если вы говорите, это всё плохо, они скажут, да, но есть тоже хорошее. А Германия. Очень интересно пишет Эрин Мейер о Германии. Почему в Германии и в Нидерландах люди так легко критикуют и выражают несогласие? Она пишет, что в Германии есть такой концепт, как захлихкайт. Захлихкайт. Скажите, дорогие слушатели из Германии или Австрии, правильно ли я произношу? Захлихкайт значит объективность. Я сама не знаю, но в книге написано, что в Германии, в Нидерландах, в Австрии, может быть, люди различают идею и человека. Различать значит говорить это не одно и то же, это не одна вещь. И что в Германии, если вы критикуете какую-то идею человека или позицию человека, вы не критикуете самого человека. Например, во Франции, если вы говорите, что я не согласен с тобой, я не согласен, ты голосуешь, например, за социалистов, я не согласен, что это лучшая партия, лучшая идея. Во Франции, может быть, человек подумает, что вы критикуете его или её лично, конкретно. Но, как я поняла, в Германии, в Нидерландах есть эта идея, что если я критикую твою идею, это не значит, что я критикую тебя. В конце, дорогие друзья, я вам расскажу несколько своих историй, вам будет интересно услышать. Объективность. Когда мы критикуем идею, мы не критикуем человека. Если мы говорим о таких странах, как Япония, Китай, в Китае, пишет Эрин Мэйр, есть такая идея, как мьянзи. Я не уверена, что я правильно это говорю. Мьянзи. И мьянзи значит лицо. И в Азии есть такая идея, что у каждого человека есть роль в компании, в семье, в обществе. Общество – это все люди в стране. Например, какая роль? Начальник, то есть босс. Отец, ребенок, подчиненный. Подчиненный – очень интересное слово. Это значит подначальником. Если это мой начальник, я ее подчиненный или его подчиненный. У каждого человека есть роль, каждый должен играть эту роль и сохранять лицо. О, очень интересное выражение. Сохранять, сохранить лицо, значит, у нас есть роль. Может быть, это не очень важная роль, но все ее уважают. То есть все думают, что это важная роль в обществе. Я должна продолжать эту роль играть. Например, если я начальник, я говорю, что правильно, что неправильно. Мои подчиненные, то есть люди подо мной, не должны мне говорить, что делать. Поэтому, когда люди не согласны, в этих странах, в Японии, в Корее, в Китае, они не говорят это прямо. И в книге есть интересный эпизод, когда менеджер из Европы, я думаю, приехал в Японию, у него есть команда, японские коллеги, он начальник, то есть босс. Он сделал презентацию и спрашивает у японских коллег, ну, что вы думаете, что можно еще здесь сделать, давайте критикуйте мою презентацию. И никто ничего не говорит. Тишина, тишина. Тишина это никто не говорит. Он говорит, ну, давайте, пожалуйста, что вы думаете, не бойтесь. Тоже тишина. Никто ничего не говорит. Почему? Потому что он начальник. Его подчиненные, это не их роль говорить начальнику, что нужно делать. И потом Эрин Мэйер говорит, какие методы можно использовать в таких культурах, чтобы люди давали свое мнение. А что я могу сказать о России? Я согласна с книгой, с исследованиями, то есть со статистикой книги, что в России люди достаточно открыто, не согласны, открыто выражают еще раз свое несогласие, то есть говорят, что они не согласны. И тоже, как во Франции, могут быть дебаты, и потом люди все равно будут в хороших отношениях. Конечно, зависит, зависит. Есть семьи, где люди спорят о политике, и потом, может быть, не говорят друг с другом. Но я думаю, что в России более открыто люди могут сказать, я не согласен, я не согласна. Я знаю, например, что во Франции и в США, и в Великобритании тоже, когда мы хотим сказать, что мы не согласны, что-то неприятное, надо всегда сказать, что да, твоя идея очень хорошая, это правда, я понимаю, но, может быть, чуть-чуть, я не согласен. Например, во Франции часто говорят, я не совсем согласен, я чуть-чуть не согласна. Конечно, твоя идея правильная, но, может быть, вот здесь ты не прав. Вот в России это часто не так, и люди прямо говорят, что я не согласен. Это похоже на Францию, Германию, Нидерланды и так далее. Я хочу вам рассказать о своём опыте. Когда я приехала во Францию, это правда, я была удивлена, что французы много критикуют, и это почти автомат у них. Русские, когда они не согласны, они это говорят, но когда они согласны, но у них нет такой автоматической реакции сказать да, но, да, но. Французы часто фокусируются на негативе. Сейчас я это понимаю лучше, потому что я думаю, что они такие перфекционисты, они хотят всё время лучше, 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 поэтому такой фокус на негативе. Например, когда я была в университете, училась в университете, в конце года один раз наш главный профессор встретился с нами и сказал, пожалуйста, скажите, что вы думаете о лекциях в этом году, что бы вы улучшили, что вам понравилось, что бы вы улучшили. И два часа студенты все говорили, что им не понравилось и что можно улучшить. И для меня это был немного шок, потому что это было два часа критики. И профессор сидел и говорил, да, 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 конечно, да, да, это правда, да, вот здесь вы правы. Я должна сказать, что мы почти ничего не платили за этот курс, это всё было бесплатно. И два часа они критиковали и говорили, что можно сделать лучше. Я думала, что этот профессор будет в депрессии после нашей встречи, но нет, для него это было нормально. В следующий раз можно сделать лучше. А ещё один раз у меня был опыт в Израиле. И в книге у Эрин Мэйер тоже есть такая ситуация с Дубаем. Она говорит, что есть страны, где люди очень эмоциональные, они могут громко говорить, эмоционально говорить, но это не значит, что они будут критиковать очень открыто. Если человек эмоциональный, это ещё не значит, что он выражает своё несогласие. Например, я была в Израиле, я гуляла по музею, и там была группа школьников. Они сидели на полу. Я не понимаю иврит, поэтому я не понимала, что они говорят. И девушка, и молодой человек очень-очень эмоционально спорили. Они просто кричали. Я не могла сконцентрироваться на картинах. Они кричали. Он говорил, на-на-на-на-на-на-на-на-на. Она говорила, а-на-на-на-на-на-на-на. И мне стало просто страшно, потому что я думала, что они хотели убить друг друга. Я думаю, боже, какой ужас, как страшно. Наверное, мне нужно уходить быстро из этого музея. И там был человек, который работал в этом музее. Я спросила его, а что случилось, почему они кричат. И он сказал, а-а-а, нет-нет, они просто говорят о картинах. Они говорят об искусстве. И я поняла, что просто люди очень эмоциональные, но это не значит, что они не согласны. Голландцы из Голландии, из Нидерландов, это правда, что мне кажется, что в Европе это самые прямые люди. То есть они прямо говорят, что они думают. Например, я в Фейсбуке часто пишу на разные темы, что я думаю. И часто прошу людей сказать, что они думают. И французы скажут, да, это правда, но я чуть-чуть не согласен. Русские скажут более прямо, скажут, ну, тут я с тобой не согласен. И голландцы тоже. Голландцы очень похожи на русских. Нидерландцы, они скажут, не согласен. И всё. США. Мой опыт с людьми из США. Нужно делать много комплиментов и сказать много хорошего, и потом чуть-чуть что-то плохого. Из США пришёл метод бутерброда. Дорогие друзья, вы знаете, что значит критика в форме бутерброда? Бутерброд – это сэндвич. Сказать много-много-много хорошего, потом чуть-чуть критику, и потом опять чуть-чуть хорошее. То есть бутерброд – это когда у нас хлеб, сыр, хлеб. Хлеб – это что-то хорошее. Маленький-маленький кусочек сыра – это критика. И опять хлеб – что-то хорошее. Например, если человек хорошо работает, но делает ошибки по грамматике в имейлах. Мы можем сказать, ты такой прекрасный сотрудник. Сотрудник – это коллега. Ты так хорошо работаешь, ты всегда приходишь вовремя, все коллеги тебя любят, такой эффективный. Да, конечно, ну чуть-чуть можно поработать над грамматикой, чуть-чуть, чуть-чуть. Но кроме этого, ты просто отлично работаешь. Надеемся работать с тобой ещё 20 лет. Вот. Это такой метод бутерброда, который, я думаю, пришёл из Северной Америки. То, что рекомендует Эрин Мэйр, если вы работаете с разными культурами? Если вы работаете с американцами, с людьми из Северной Америки, надо хвалить. Хвалить – значит делать комплименты. И критиковать очень-очень деликатно. Она тоже пишет, интересно, что Америка – это очень многокультурная страна, многонациональная, и там люди должны быть очень-очень осторожны, потому что много разных интересов. Франция и другие страны, такие, Италия, можно критиковать, но тоже мягко, не слишком агрессивно. А Германия, Нидерланды, она рекомендует критиковать серьёзно, но всегда с аргументацией. То есть, если вы не согласны, и вы говорите, что вы не согласны, нужно аргументировать. Почему аргументировать? Кстати, русские раньше были не очень хорошими аргументаторами, они не умели хорошо аргументировать. Человек мог сказать, что да это бред, бред значит нонсенс, но сказать почему, аргументировать, к сожалению, не умели, не так, как французы, например. Но сейчас это лучше. Япония, Азия, такие страны, очень важно соблюдать гармонию, соблюдать значит иметь гармонию. Нельзя показывать конфликт, мы не должны говорить о конфликте, особенно если это начальник или человек выше нас, выше нас по иерархии, мы не должны критиковать на публике. Вот, мне интересно знать, как можно увидеть, что японец, например, не согласен, что он или она говорят, как я могу это понять? Вот такая интересная информация, дорогие друзья. Я вам рекомендую книгу «Карта культурных различий». Еще раз, в этой книге Эрин Мейер пишет о разных культурных различиях, которые важно знать, когда мы работаем или дружим с людьми из разных культур. И важно знать, как, каким образом, каким методом в разных культурах люди показывают вам, что они не согласны. Напишите, что вы об этом думаете. в вашей стране люди выражают несогласие открыто, когда люди не согласны с вами. Вы это принимаете как критику вашей идеи или критику вас и вообще в вашей стране? Какая традиция несогласия и споров? Может быть, у вас был опыт работы с русскоязычными странами, и были ли у вас интересные истории, когда вы не очень хорошо поняли что-то из-за культурных кодов? Или наоборот, хорошо поняли и вам было это интересно? Пишите мне, смотрите у меня на сайте мой клуб «Русская дача». Транскрипции, упражнения на перевод, PDF-книги. Читайте меня в Инстаграме, в Фейсбуке, в Твиттере и, конечно, у меня на сайте. До скорого! Пока-пока!